В прошедшее воскресенье в центре города отметили 206 день рождения писателя Ивана Гончарова. С самого утра в парках и скверах города все желающие принимали участие в акции «Читаем Гончарова вместе». На бульваре «Новый венец» прошел фестиваль литературных героев произведений известного земляка. На венце расположилось более 50 творческих площадок, рассчитанных на различную возрастную аудиторию. Здесь же прошел 14-й обломовский фестиваль. Его главным героем стал, конечно, Илья Обломов, центральный персонаж Романа Гончарова. По традиции в рамках фестиваля состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди молодых работников учреждений культуры «Обломовское яблоко». Гран-при из рук губернатора получил концертмейстер детской школы искусств имени Варламова Антон Никонов. Важнейшим событием дня стала церемония вручения международной литературной премии имени Гончарова, которая прошла в торжественном зале Дворца книги. Ее почетным гостем стала внучка любимой воспитанницы писателя Александра Карловна Трейгуд Анна Николаевна Развецова, которая много лет является членом комиссии по присуждению премии. Это очень трудоемкая и большая работа, очень ответственная, потому что, как вы знаете, творчество Гончарова, оно глубоко несет в себе глубокий нравственный заряд, и оно, как и вся русская литература, способствует нравственному очищению, должно способствовать нравственному очищению общества и высвечивать наиболее яркие, наиболее прекрасные струны человеческой души и обращать на них внимание. Но поэтому очень большая ответственность лежит на членах комиссии. Церемонию награждения лауреатов премии открыл и провел губернатор Сергей Морозов. Приятно видеть, что сегодня имя Гончарова, одного из крупнейших мастеров русского реалистического романа, объясняет людей совершенно разных национальных культур, национальностей, вероисповеданий и одновременно притягивает к истокам его биографии и творческим вдохновением большое количество людей. Лауреатом премии в номинации «Мастер литературного слова» за вклады в развитие реалистической литературы стал Камиль Зиганшин из Уфы. На суд комиссии он предложил свою повесть «Возвращение Росомахи». А в номинации «Ученики Ивана Александровича Гончарова» победил ульяновец Константин Сазонов. Экспертный совет высоко оценил его роман «Фома верующий». Всего в 2018 году на соискание премии поступило 39 заявок из 21 города России, Республики Беларусь, Республики Казахстан, а также Соединенных Штатов Америки. Ирина Антонова, новости ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин